Без всемирной сети невозможно представить себе ни одну сферу нашей жизни. Поэтому интернет должен быть в каждой, даже, может быть, самой удаленной точке нашей страны. Ключевое слово «может быть». Ведь в Забайкале высокие технологии развиты настолько, что в большинстве районах интернет отсутствует как таковой. Есть проблемы малых населенных пунктов. И эти проблемы многие годы, ну, несколько лет уж точно обсуждались плотно с Министерством связи России. До 2018 года должны быть покрыты волоконно-оптическими линиями населенные пункты с населением от 250 численностью и выше. Всего на подключение к сети в Забайкале заявлено 310 населенных пунктов. Разработана федеральная программа, согласно которой большинство расходов по проведению широкополосного интернета берет на себя государство. А вот воплощать в жизнь проект по-прежнему будут частные компании. До сих пор им было просто невыгодно работать с отдаленными селами. Это наш Тунгиралекминский район, Тунгокочинский район, где огромные расстояния, соизмеримые с площадью европейских государств. И где население, собственно говоря, разбросано и малое количество. Единственным видом связи для таких отдаленных районов на данный момент является универсальный телефон или попросту таксофон. Хотя и его обслуживание зачастую затруднительно. По заявлению министра связи страны, выходом из ситуации для таких населенных пунктов является создание локальной сотовой связи, работа над которой ведется. А где есть сотовая связь, появляется и интернет. Артем Кондратьев, Анна Кулигина, ЗАПТ-ТВ.